Всем привет! Пока у меня есть время, я решила все-таки снять видео обо всех этих социальных программах для многодетных или для людей, которые малообеспечены, или для людей, которые рожают первого ребенка. У нас в принципе в России, в Вологодской области достаточно много всего, всяких программ какой-то социальной поддержки. Я тут выписала себе на листочек, посмотрела в интернете, что-то подумала и решила списать, пока у меня еще нет малыша. Я расскажу вам только то, что я знаю как бы. Если я что-то не знаю, что-то другое будет, то там можете меня дополнять. В разных регионах, конечно же, это все по-разному. То есть в Москве от Вологды вообще цифры сильные, я думаю, отличаются. Даже, наверное, Ленинградская область, Санкт-Петербург, другие области какие-то, северные там области, Мурманск, Архангельск, там идут совсем тоже другие коэффициенты. Я рассказываю то, что есть у нас на данный момент, в основном из личного опыта, из интернета. То, что мне было интересно, там я посмотрела уже давно, допустим, то, чем интересовалась ранее. Ну и тут еще сестра мне рассказала, поэтому я тоже расскажу вам все. Так, ну первое, что оплачивается, это оплачивается больничной, беременной женщине. Больничная составляет 70 дней до родов и 70 дней после родов, это 140 дней, вам платят вашу среднюю заработную плату. То есть это со всеми премиями, надбавками, отпусками и прочим. То есть вы можете примерно сами посчитать или даже взять и заказать справку о средней зарплате, допустим, за последний год и сложить там, умножить, ну, рассчитывая на то, что в месяц 30 дней, умножить там на 140 дней и получить, что у вас получится. А неработающим выплачивается минимум, это около 45 тысяч рублей. Ну, это получается 140 дней, это, грубо говоря, если на 30 поделить, это там больше, чем 4 месяца, но немногим меньше, чем 5. Получается около 5 месяцев, и по минималке получается это примерно 45 тысяч рублей. Так, что еще? Ну, и, соответственно, если у вас двойня, вы выходите раньше, вам оплачивается там побольше. Если у вас, если вы не хотите уходить с работы раньше, хотите работать еще во время декрета, то есть до родов, да, это возможно, но тогда вам просто оплачивают зарплату, вам не оплатят за это время больничный. После того, как родится у вас ребенок, вам выплачивают пособие, а за роды оно составляет 16 тысяч рублей. Забыла еще сказать, что за постановку раннюю на учет до 12 недель беременности там тоже платятся пособие, ну, это реально какие-то копейки, что-то в районе 500 рублей. За роды платится 16 тысяч рублей, по-моему, это может или муж на работе получать, или жена, без разницы. Ну, только один человек. Далее, пособие до полутора лет ребенка, оно оплачивается, если у вас первый ребенок, минимальная сумма составляет на данный момент 3142 рубля, второй и последующие 6284. Вообще непонятно, почему такая разница. На самом деле, если не минималка у вас, если у вас была зарплата побольше, то оно составляет 40% от вашей зарплаты. Вот, допустим, вы получили больничный, поделили там примерно, посмотрели, сколько в месяц у вас выходило. 40% от этой суммы будет у вас пособие до полутора лет. На третьего ребенка и последующих, в зависимости от региона, до трех лет, и сейчас на первого тоже, вот с января, которые сделали, по-моему, 10600 рублей. Эти 10600 рублей на первого ребенка до полутора, я не знаю до скольки, на третьего ребенка и последующих, они оплачиваются до трех лет. Это только 10600, то есть у вас уже от работы, которая идет в пособии 40% от зарплаты, только до полутора. А до трех лет вот это вот 10600. Так, по компенсациям, еще я знаю, что для многодетных семей, или, наверное, для малообеспеченных, тоже предоставляется скидка на квартплату, короче, за квартиру. 30% она составляет в нашем регионе. Но там тоже есть условия, что у вас не должно быть долга, то есть у вас должна быть оплачена квартплата до текущего момента, когда вы подаете. И оно также оплачивается, как и детский сад, то есть вы оплачиваете, а потом возвращается вам на карту. За детский сад, если кто-то не знает, то у нас там идет скидка какая-то странная, она правда. За первого ребенка возвращается 20% от оплаты за детский сад, за второго ребенка 50%, за третьего ребенка 70%. Ну и за последующих тоже, наверное, 70%. Но тоже вы сначала оплачиваете, а потом вам обратно возвращаются денежные средства на карту. Без разницы, сколько из этих детей ходит в детский сад, все равно такая идет процентовка. Но там еще, вот в прошлом году можно было прям высчитать сумму, которую они возвращали. То есть второй ребенок у меня, я знала 50%, это половина того, что я оплатила сама, половину я получила. Но сейчас эта сумма в реальности не 50%, она от какой-то средней оплаты, не знаю, вычисляется и составляет на самом деле. То есть, допустим, мне 2000, если я оплатила за месяц, то мне не 1000 вернется, а может быть 700-800 рублей. Вот так вот. Далее, для многодетных семей и малобеспеченных тоже компенсация идет питание в школе 25 рублей в день. Если сейчас мы оплачиваем у нас 300 рублей в неделю, получается за день это 60 рублей, то можно либо сделать так, что ребенка на 25 рублей в день будут кормить, но это чисто каша какая-то будет, либо доплачиваете до 60 рублей остаток, это 35 рублей, получается, если умножить на 5, короче, около 200 рублей. И он питается так же, как все, просто вам компенсирует вот эти 25 рублей. Далее, на первоклассника есть тоже такая программа, что выплачивают 3000 рублей тоже для многодетных и, наверное, малообеспеченных, да, точно, для малообеспеченных. У меня сестра в прошлом году на племянницу собирала, так как она сидела в декрете со вторым ребенком, один работал, только муж, они подходили и выплачивают 3000 рублей на первоклассника. Для многодетных, не знаю, тут насчет малообеспеченных, наверное, тоже школьная форма, это 1500 рублей, но с какой-то периодичностью, по-моему, один раз в два года или что-то такое, тоже на ребенка, соответственно. Ежемесячное детское пособие до 18 лет у меня сейчас на двоих я его, вот его получаю, 357, по-моему, рублей, это на двоих приходит. То есть получается, что где-то около 180 рублей идет на одного ребенка, ну, скоро на троих буду оформлять. Вот, еще на третьего ребенка у нас в области предусмотрен губернаторские выплаты или как-то так это называется, но это, наверное, во всех областях есть или во многих, по крайней мере, 100 тысяч рублей дается, но они даются не сразу. Вы можете заявление на них написать сразу, но получите вы их, когда ребенку исполнится полтора года. В принципе, удобно, потому что тогда как раз заканчиваются выплаты вот эти до полутора лет, если вы еще хотите немного посидеть, то там, ну, 100 тысяч на месяц на 5, наверное, хватит еще. Еще вам. И у нас можно встать в очередь на получение земельного участка, но не знаю, как вообще, какие участки, где их дают, по-моему, можно было встать либо на очередь в городе, земельный участок, либо на очередь в области, ну, сами понимаете, в городе. Это вообще там какие-то заоблачные, наверное, года в области, наверное, это быстрее, но там тоже какое-нибудь возможно, что это будет болото или вообще какая-то неизвестная деревушка. Ну, как бы все равно будем пробовать, вдруг дадут что-то хорошее, может быть, под какую-нибудь дачку или под какой-нибудь домик в дальнейшем подойдет, или же просто потом в дальнейшем продать этот участок. Его, по-моему, можно сразу продавать, он ведет без какой-либо там финансовой обеспеченности или как это назвать, не финансовой, а, в общем, к ребенку никак не привязан будет. Вот, это то, что я на данный момент знаю, по-моему, рассказала вам все, больше такого особо нечего сказать. Если у вас какие-то тоже есть интересные новости, не новости по этому поводу, какая-то интересная информация по этому поводу, какие-то выплаты, вы, может быть, сами получали или что-то такое, какие-то о каких-то нововведениях слышали, то пишите, мне будет интересно тоже почитать. Я сейчас собираю эту всю информацию, но думаю, что, в принципе, собирать ее не обязательно, просто потом зарегистрирую малыша, получу свидетельство многодетной семьи и с этим свидетельством уже в МФЦ, и там мне, наверное, помогут. Вот, большое спасибо за просмотр, всем пока-пока, ваша любовь! Спасибо.